Так, друзья, всех приветствую! С вами я. Сегодня мы с вами распаковываем очередную порцию посыл... Очередную порцию моделей. И вот она. Красавица. Модель запаяна в целлофан. Я её купил на ebay. Вместе с доставкой она обошлась мне в 40 с копейками долларов. Денег за эту модель я не пожалел. Я знаю, что внутри лежат дрова, скажем так, да. Но, тем не менее, это ностальгия. Это первая модель тигра в моей жизни, которая появилась у меня в 1994 году. Второй моделью был италовский тигр. Это вообще первая модель от Tamiya была, насколько я помню. Для меня именно эта коробка, именно эта модель имеет очень большое значение. Поэтому я немного поборолся за эту коробку. Выиграл. Была у этого продавца другая коробка в более, скажем так, таком непыльном, хорошем целлофане, да. Но имеем, что имеем. Было на 5 долларов дороже. Я и подумал, зачем переплачивать, если, в принципе, это неплохо. Также, кстати, у этого продавца была Ягдпантера, но я не купил ее, потому что я видел эту ледники этой старой тамилийской Ягдпантеры. Не впечатлило. А вот эти вот три модели у меня тоже были. Т4 модификации H, Пантера модификации A. Кстати, мне, вот в сравнении с Тигром, эта модель тоже 70-х годов, но в сравнении вот с этим Тигром она никакая. И тоже очень красивая модель с тремя фигурками танкистов. Это краткоствольный Т4. Так, что я еще купил? Сейчас я с вами поделюсь. Пауза. Так, снимем с паузы. У нас сегодня вечер истории, друзья. Вечер истории. Я думаю, что вам понравится. Итак. По порядку. Микнул краешек модели. Значит, первое, что мы имеем. Пожалуйста. Да-да-да-да-да. Это он и есть. Это одна из первых коробок звездовского Т1. Которая, если помните, открывалась вот так. А, здрасте, приехали. Здесь все на английском языке. Кто-то сделал ксерокопию. Великолепно. Интересно как. Тем не менее, это не помешает нам собрать. Скорее всего, что ксерокопия... Так. Ну, здесь тоже все запаяно. Фигурка танкиста присутствует. Траки, декали. Декали на Испанию. Тоже есть. Звезда. Да. Немножко, честно говоря, сейчас меня это самое сконфузило. Вот это паспорт его, схема сборки. Ну, да ладно. Кто не собирал эту модель в начале 90-х? Абсолютно никто. Хорошо, ладно, не в начале 90-х. Уже в середине 90-х. Извините, я оговорился, ребят. Собирали все. Собирали М-13-40, собирали командирский танк, собирали скаут. Катюшу, возможно, тоже. Самоходка на базе М-13-40. Советские артиллеристы. Войска СС. Так, что здесь? Смотрите, да? Фирма Тестер. Дистрибьютор был. Официальный дистрибьютор звезды. Как сейчас, не знаю. Купил я эту модель за 18 долларов. Это тоже пойдет как исторический артефакт. Далее. У меня есть вот такая модель. Т-1. Командирский. Блин, а здесь какие сюрпризы могут быть. Вы знаете, когда я это покупал, у продавца почему-то было все это более... Ну, может быть, посылка шла, может быть, помялась. Кто его знает. Итал. То же самое. То же самое. Несколько деталей болтаются, но они внутри, они есть. Ну, ладно. Тоже пойдет как раритет. Тоже заплатил за нее 18 долларов. Что же он тут хотел написать? Но... Ну, короче, инструкции нету. Нету инструкции. Копия инструкции. Понятно, что он хотел сказать. Цена тоже 18 долларов. Сейчас я вам еще покажу третью модель. По-звездовскую. Тоже пойдет в музей. Ну, коробка по 10-бальной шкале, по моей классификации, выглядит, наверное, на... Ну, не знаю. 10 это очень хорошо. 1 это очень плохо. Наверное, на 6, ребят. Наверное, на 6. Далее, господа. Вот такое вот дело. И эту модель я тоже собирал. Эту модель не только я собирал. Также и многие другие. Опять тестер. Дистрибьютор. Из города Рокфорд, штат Иллинойс. У него еще, кстати, там были фигурки вот эти. Помните, да, там были... У звезды вышли пулеметчики, парашютисты, войска СС и германская пехота. Четыре набора были. Тоже там что-то он их по 8 долларов продавал. Я не рискнул. Этот набор тоже стоит 18 долларов. Фигурки у звезды эти, перепаковка Итала, мне не нравились никогда. Поэтому я их и не... Здесь тоже ксерокопия. Ну да ладно. Так, фигурки двух, трех танкистов присутствуют. Летники в запайке. Паспорт тоже ксерокопированный. Ну ладно, не беда. Эта коробка тоже, в принципе, подтянет. Целлофан снять, там, наверное, все почище будет. Ну тоже, да. Я не знаю, может, я вот он когда продавал, да, ребят, знаете, все было... Все, вот я говорю, он сфотографировал. Все было запечатано, запаковано в целлофане. Может быть, он просто раскрыл, чтобы удостовериться, все ли там присутствует, все ли хорошо, кто его знает. Эта коробка тоже пойдет в музей бронетанковых войск. Фирма «Звезда» Талья. Извиняюсь, господа. Закрываем коробочку. Так, теперь, ребята, вот такая вот штука у меня имеется. Тоже купил у этого продавца. Цена 16 долларов. Не могу понять, почему 16, потому что, когда я эту модель собирал, живя в Мариуполе, вот, а, блин, пацаны, он мне бонус сделал, а вот за это спасибо 5 долларов, 6 долларов, а вот за это большое, дядя, спасибо. Надо же, а я думаю, что там так? Так, ты посмотри, я первый, первая коробка, хорошо, потом посмотрим. Так, тоже все вроде бы запаяно. Инструкция, а, здесь раскрыта. Башня классика, просто классика для фирмы «Восточный экспресс». Надо немножко напоминает местами вакуума формы. Вот, ну да ладно. Уж если раскрыли, давай глянем. Вообще, «Восточный экспресс» делал неплохие модели раньше. Вот эти вот, у него было очень много бронеавтомобилей, да? И вот этот вот «Ба-6» мне очень нравился. Это тоже 90-е годы. Тоже пойдет в музей, собирать я ее не стану, по крайней мере, пока в планах нет. Спросите, наверное, возникает вопрос, да? Почему ты все это купил, если ты не собираешься это собирать? Ну, ребят, во-первых, опять же говорю, это все ностальгия. Это все, знаете как, это все напоминает мне о тех временах, когда люди покупали модели в магазинах или в клубе на авиамоторной. И кто жил в Москве, тот обязательно должен помнить клуб на авиамоторной. Вот, который собирался, кажется, по понедельникам. Да, кажется, по понедельникам. Билет, не знаю, уже не помню, сколько стоит. Вот, кстати, бронеавтомобиль Ба-3. Вот такой Ба-6 тоже бы приобрел бы с удовольствием. Надо посмотреть. Коробочка неплохо сохранилась у него. Ну, на пятерку потянет. Теперь давайте на это посмотрим. Пластик внутри должен быть, по-моему, вот такого цвета, как эта резинка. 5 долларов даже открывать страшно. Ну, коробка немножко такая подтасканная. Made in Russia. Как раньше надписи дублировались, да? Да-да-да, вот она. Я угадал, вот он. Тот самый пластик телесного цвета. Инструкция. Надо же. Оружие хоть не поломано? Нет. Обалдеть, обалдеть. Я помню, собрал, было вот эти два набора, да, вот два набора пехоты. Номер один, номер два. Это номер один. Нога бойца отвалилась. Ну, да ничего. И я помню, когда я их покрасил, а покрасил я их акриловыми красками, акварельными красками, она, конечно, обсыпалась, но лицо я не трогал. Лицо, вот я почему-то подумал, что это прям такой вот идеальный телесный цвет, и... Да. Здорово. Нога откуда-то отсюда. Да, тоже, ребят, ностальгия. Надеюсь, со мной вы тоже окунулись в приятные воспоминания. Когда деревья были большими, вы были невысокими. Так, а пулеметчики? Пулеметчики должны быть серого цвета, определенно. Зато вот коробка от пулеметчиков неплохо сохранилась, между прочим. Made in Russia by звезда for MMD USA. Кстати, я помню, что давным-давно, когда вот эти модели я покупал, да, у них... Ого, черный пластик. Это уже что-то новенькое. Черный пластик. Черного не помню вообще, от слова совсем. Вот серый, светло-серый пластик был. Да, черный, не помню. Звезда. Надо же. Ну, может, на экспорт шел другой пластик, знаете. Вон, пожалуйста. Утяжины присутствуют на каске, да? Немного облоя. Что нравилось, так это то, что на каждом отдельном летнике присутствовал тот или иной солдат. Господи, как далеко шагнул мадеизм. Я сейчас пулемет просто рассматриваю, да? И не только пулемет. И пластик какой-то тонкий. Да. Но вот черный пластик. Короче, я сейчас, честно говоря, немножко так в легком недоумении. Никогда я черного пластика не видел. Пожалуйста, кто сталкивался, кто... Кто с этим сталкивался, с черным пластиком? Да, я имею в виду. Скажите, покупали ли вы, живя в России, там, или в Украине, в Беларуси, где-нибудь в СНГ? Такое. И вот как это все хозяйство собирается. Да уж. О, кстати, вот он. Набор артиллеристов, который так никогда и не был выпущен. Инженерно-штурмовая группа, кажется, до недавнего времени еще выпускалась. И миномет с минометчиками тоже недавно еще выпускался. Давно не видел. А здесь, здесь вот пушка ПАК-40. Звезда недавно сделала РЭПАК. Я купил три коробки, отложил к себе в музей. Ну и, собственно говоря, пехота, парашютисты войска СС и пулеметчики. И еще я кое-что купил. Вот такое вот. Это два набора фирмы Dragon. Вот этот набор у меня был, правда, не премиум эдишн. Он у меня был давно, еще в нулевые я его покупал, но так и не собрал. Это по чем я у него купил? Тоже за 18 долларов. А этот набор я давно хотел купить. Дивизия Викинг. 43-45 год. Он раскрыт. Давайте заглянем внутрь. Кстати, у Dragon есть чуть-чуть подороже коробочка, где, кажется, шестеро таких бойцов. Вот где-то там еще какие-то двое бойцов добавлены в двух других каких-то обхозов. Ну, конечно, этот набор богато детализированный. Отдельно оружие. Но это уже, видите как, вот это вот Gen 2, да? Вот это вот Generation 2. То есть это вот следующее поколение, оно появилось, кажется, в конце нулевых у Dragon. И там, там было что-то, там какие-то приятные плюшки были. Вроде вот бойцов всего четверо, да? А сухарных сумок, в общем, амуниции дается, ну, явно не на четверых. А на шестерых, если не больше. Еще вон ремни даются из фототравленных деталей. Шесть касок, оружие, две винтовки, третья винтовка, два автомата MP38, потом штурмгевер MP44, пулемет. Нет, это здесь принадлежности для пулемета. Так, пулемет МГ-42. Гранаты, кажется. Да. Гранаты, лимонки. Так. Ну и, собственно говоря, сами фигуры, да? Да, сами фигуры. Фигуры, получается, один, два, три, четыре. Да. Окей, друзья. Такие вот дела. Все, большое вам спасибо за просмотр, большое вам спасибо за комментарии. Не стесняйтесь, пишите, пишите, нахлынули ли на вас воспоминания, когда вы смотрели. И вот, сейчас я вам покажу, опять-таки, вот на это, вот на это, это самая ужасная колобка здесь из всех, да? Потом вот на это, на это, на это, извиняюсь. Так же, на вот эту модель. Ну и, кто сталкивался, да, с такой томи, и кто собирал, кому приятно вспомнить. Тоже, все, ребят, всем-всем благ, счастья, здоровья, благополучия, побольше хороших моделей вам. Пока-пока.